Привет друзья! Комплектующих более серьезным проектом еще в пути, а некоторые даже еще и не заказаны. Поэтому сегодня я покажу вам очень простой станок с ЧПУ управлением из подручных материалов. Данная модификация уже сможет не только рисовать как предыдущий вариант, но уже и гравировать или даже вырезать какие-либо детали из мягких материалов. Идея собрать такой стыночек возникла довольно спонтанно, и в первую очередь накидал примерные размеры деталей, необходимых для рамы станка. Материалом послужили обрезки ламинированного ДСП. Также были закуплены мебельные направляющие, шпильки М6, разнообразные саморезы и болтики. Сборка основания рамы проста и элементарна, но уже на этом этапе чем-то начинает напоминать силуэты ЧПУ фрезера. В качестве рабочего стола используется небольшой прямоугольный обрезок ДСП. Вообще на самом деле это не очень практично, но для демонстрационной модели вполне сгодится. Размеры рабочего стола, впрочем, как и размеры станка в целом, можно легко изменить по своим потребностям и размерам направляющих. Как уже сказано выше, для перемещения стола, впрочем, как и всех других осей, использованы мебельные направляющие. Это самый дешевый и доступный вариант, так как приобрести их можно в любом строительном магазине за небольшие деньги. В качестве двигателя использую шаговики МА-17. Оси X и Y перемещаются с помощью ременной передачи. Винтовая передача, конечно, имеет множество преимуществ, но для моего мощного станка хватит ремня. Принцип действия ременной передачи заключается в том, что мотор, вращаясь при помощи зубчатого шкива, тянет ремень, а ремень, в свою очередь, перемещает каретку оси. Ремень не тянет между ведущим шкивом мотора и втулкой натяжителя, а на конце ремня закреплена каретка. Вспомогательные крепления, такие как кронштейны для шаговиков и крепления натяжителей, в моем случае распечатаны на 3D принтере. Но изготовить их из подручных материалов также не стоит труда, например, из фанеры или металлических уголков подходящего размера. Ролик-натяжитель состоит из двух небольших подшипников, закрепленных на болтике М3. Чтобы ремень не соскользнул во время движения, используются увеличенные шайбы М4. ОСЗ перемещается также по мебельным управляющим, но уже с использованием метовой передачи, в качестве которой используется шпилька М6, а также увеличенная гайка М6. Для крепления гайки использован металлический уголок, к которому и припаяна сама гайка. В данном случае для пайки нужно использовать паяльную кислоту и довольно мощный паяльник, хотя я припаял обычным 40-ваттным. Для того, чтобы припой хорошо прилипал и растекался, спаиваемые поверхности необходимо достаточно сильно разогреть. Так как шпилька недостаточно ровная, крепить двигатель ее нужно через гибкую муфту, которой под рукой, конечно же, не было. В итоге распечатал кардан на 3D принтере. Как вариант, в качестве муфты можно попробовать использовать обрезок шланга. В качестве рабочего инструмента планируется использовать гравер или бормашинку. Для этого также распечатан на 3D принтере отдельный кронштейн, в который и будет зажиматься гравер. При желании можно использовать и маркер или карандаш для использования станка в качестве флоттера. Электроника уже стандартная. Блок управления ЧПУ на Ардуино, по его изготовлению и прошивке есть отдельное видео. Данный блок подойдет для начинающих, так как очень простой и не требует специализированного программного обеспечения для обработки гравируемого изображения и способен работать с файлами BMP, нарисованными в PENDI. Но наряду со своей простотой имеет очень ограниченный функционал. И уже пора переходить на более серьезное управление, но все это чуть позже. Подключим электронику к раме. В данном случае необходимо подключить только шаговые двигатели осей, к одноименным разъемам на плате управления, подключить Ардуино к компьютеру и выставить опору напряжения на драйверах, которые соответствуют току, подаваемому на двигатель. Для этого отстаночка вполне будет достаточно напряжения 0,6-0,7 вольта и подключить внешнее питание для моторов к плате. Я использую 12 вольт. И можно приступать к проверке работоспособности. В первую очередь установим в качестве рабочего инструмента маркер и нарисуем тестовое изображение, тем самым убедившись в правильности работы станка. Впрочем, с этой задачей справляются и все предыдущие станочки. Сегодня меня больше интересуют именно гравировка и фрезеровка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К сожалению, каких-то специализированных фрез у меня пока нет в наличии, потому продемонстрирую работу с не совсем подходящей для этого отдела фрезой. Для начала переключимся в ручной режим и проверим работу станка под ручным управлением. Станочек хорошо справляется с гравировкой на пластике, а в пару-тройку проходов с небольшой подачей может и разрезать 2-мм ПВХ-пластик. В автоматическом режиме станок также справляется с несложными задачами, но для более качественной и комфортной фрезеровки все-таки необходимо использовать специализированные фрезы и более продвинутый блок управления на Сенсор Шилде и с прошивкой ГРБЛ. Стоит заметить, что в сегодняшнем варианте не предусмотрено программного включения шпинделя. Гравер включается вручную перед началом работы, также вручную выключается после ее окончания. Подведем итоги. В очередной раз я показал, как собрать простейший ЧПУ-станок, служащий больше демонстрационной моделью, но все же выполняющий некоторые функции фрезера. Вообще функционал данной модели ограничен, но на данный момент есть площадки для модернизации. Если видео вам понравилось или оказалось полезным, не забудьте подписаться на канал и оценить видео. Это лучшая помощь в развитии канала и стимул к новому проекту. А я желаю всем добра, хорошего настроения, пока! Субтитры сделал DimaTorzok